Не понимаю. Ушел завтракать с ними на яхту. Не отвечает. Не слышит? Ну ладно. Вы посидите, я схожу и посмотрю. Да что за беспечность? Кажется, новый доктор очень ленивый. Мне нужен рецепт. Вызови, пусть приходит. Господин Бюлленд ушел с этой женщиной. Ну, конечно, это та женщина. С ними был Акиф. Они похитили ребенка, госпожа медсестра. Они утром приходили. А это тот ребенок. Его принесла мама Акифа. Здесь должна быть его карточка. Джан Сизайаглу, кажется. Фамилия этой женщины тоже Сизайаглу. Как это? Они случайно не похитили доктора? Алло, комендант, это Ислам. Похитители ребенка, те, что в газете, они на острове. Возможно, они похитили врача. А что такого, няня? Будешь жить, не зная забот, вместе со своим сыном? Не хочу. Мы найдем тебя. Похожий на этот дом. Не надо. Я никуда не уйду из своего дома. Ясно? Ты втравила моего сына в неприятности. Ты погубила нас. Помогла на грамм, а потребовала тонны. Спасибо тебе. Что будут делать эти люди? Как жить? А если с ребенком что-то случится? Соглашайся сдаться. Давай отдадим ребенка. Ты меня поражаешь, Азиме. Ты знаешь, что со мной сделали его отец и мать? Из-за любви к этому человеку я чуть не оказалась на том свете. Теперь пусть она пострадает. Послушай, отныне для твоего сына нет пути назад. Понимаешь? Теперь мы все в одной лодке. Нет. Я не сяду в эту лодку. Поняла меня? Вы меня насильно не посадите. Делайте, что хотите, но я не ввяжусь. Сомнительное дело. Поняла? Судно приплывет, и ты как миленькая сядешь в него. Как миленькая. Все готово. Я нашел моторную лодку. Когда стемнеет, нас заберут на лодке с пристани. Мама, я смотрю, ты на нас в обиде. Не бойся, мы все исправим. Все будет хорошо. А зиме немного огорчило меня. Поговори с ней. Я и так на взводе, и готова сорваться. Мама, что в этом плохого? Будем жить с такими деньгами за границей, как короли. Я много лет скрываюсь от полиции, так и не пристал ни к какому берегу. Если ты о себе не думаешь, обо мне подумай. А ты о себе подумал? Лучше бы она не похищала тебя, и ты бы сидел в тюрьме. Может быть, тогда бы поумнел. Послушай, у госпожи Хелин за границей есть большие деньги. Мы будем жить как короли. Мы поедем на другой край света. Ты что, не доверяешь своему сыну? Ты двух километров не сможешь проделать. Полиция поймает тебя. Они всех подняли на уши. Каждый получает по заслугам. Делайте, что хотите. Но не трогайте меня, не вмешивайте в это дело. У меня и так достаточно проблем из-за тебя. Я достаточно натерпелась. Хватит уже. Хватит. Тише, тише. В чем дело? Что там? Кто ты? Что с тобой случилось? Скорее. Срочно звони жандармам. Быстро. У меня в кармане телефон. Что-то не так. Смотри, береговая охрана постоянно патрулирует. Можно забыть про лодку, которую я нанял. Из-за них мы не сядем ни в какую лодку. Мы должны спрятаться. Наверное, они нашли врача. Ты сгубила нас, няня. Мы не сможем спрятаться с ребенком. Он будет плакать. Оставим ребенка с твоей матерью. А самим поднимемся в лес. Утром посмотрим. Няня, мы придумаем другой план. Придем и заберем вас. Ты иди с ребенком в старушку Акифа, ясно? И не позволяй ему плакать. Пусть он не плачет. Пошли, Акиф. Послушай, и чтобы без глупостей. Я прикончу и тебя, и твоего сына. Если меня поймают, у меня есть куча людей, которые прикончат его как собаку. Запомни это. И чтобы без глупостей. Я прикончу и тебя, и твоего сына. Если меня поймают, у меня есть куча людей, которые прикончат его как собаку. Субтитры создавал DimaTorzok